Всем очевидно, что работу в электроустановках и ее организацию должен осуществлять подготовленный персонал, владеющий навыками и знаниями их проведения с учетом требований безопасности. Для контроля квалификации персонала в том числе проводится проверка знаний правил работы в электроустановках, подтверждение готовности работников к выполнению трудовых функций в сфере электроэнергетики. Обсудим основные моменты данной процедуры. Регулирующие нормативные правовые акты. Необходимость прохождения проверки знаний правил работы в электроустановках установлена требованиями Федерального закона об электроэнергетике от 26.03.2003, номер 35 ФЗ, абзац 2 и 3, статьи 6.1. Подготовка и подтверждение готовности работников к работе в сфере электроэнергетики осуществляется организациями, за исключением случаев предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта. В случае, если штатная численность организаций не позволяет осуществлять подтверждение готовности ее работников к работе в сфере электроэнергетики, в части проверки знаний ими требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и требований охраны труда, Такое подтверждение осуществляется комиссией, формируемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченными на осуществление Федерального государственного энергетического надзора. Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими данный вопрос, являются Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 22.09.2020, номер 796 ПРП. Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020, номер 903Н ПТЭП, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденные приказом Минэнерго России от 12.08.2022, номер 811, ПТЭП. Кто должен проходить проверку знаний согласно требованиям пункта 10 ПРП и пункта 40 ПТЭП? Проверка знаний, как обязательная форма работы с персоналом, должна проводиться в отношении работников организаций, относящихся к следующим категориям. Административно-техническому отделу. Это руководящие работники и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ. Диспетчерский отдел. Это работники субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. Ремонтный отдел. Это работники, связанные с техническим обслуживанием, ремонтом, наладкой и испытанием энергоустановок. Оперативный отдел. Оперативно-ремонтный и вспомогательный отдел. Часто возникает вопрос, какую группу по электробезопасности должен иметь каждый конкретный работник. Это зависит от его должностных и функциональных обязанностей и объема знаний, необходимых ему для безопасного выполнения работы. Для определения конкретной группы следует руководствоваться приложением номер 1 – ПОТЭ, а именно графой требования к персоналу. Перечень должностей из числа неэнергетического персонала, которым для выполнения работы необходимо присвоение первой группы по электробезопасности, определяет руководитель организации. Пункт 2.3 ПОТЭ. Стоит отметить, что как отдельные категории работников следует рассматривать специалистов по охране труда и членов комиссии по проверке знаний организации. Специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки организаций потребителей электроэнергетики, должны иметь четвертую группу по электробезопасности, а специалисты по охране труда субъектов электроэнергетики – пятую. Не менее трех членов комиссии по проверке знаний, в состав задач которых входит присвоение группы по электробезопасности, должны иметь группу по электробезопасности. Причем один из них должен иметь группу по электробезопасности не ниже группы, присваиваемой работнику, проверка знаний которого осуществляется. А еще хочу вам напомнить, что у нас есть медиатека для специалистов по охране труда. Ведущие эксперты отрасли пишут статьи, публикуют новости, записывают для вас подкасты. Также в медиатеке размещены шаблоны и образцы документов по ОТ на предприятии, бесплатные курсы и видеолекции. Пользуйтесь, много полезной и актуальной информации можете найти по ссылке в описании. Регулярность прохождения экзамена При поступлении на работу проводится первичная проверка знаний. Регулярность очередной проверки знаний варьируется в зависимости от категории персонала. Ежегодно или раз в три года. Диспетчерский, оперативный, оперативно-ремонтный, административно-технический персонал, а также ответственные за электрохозяйство потребители электроэнергетики и их заместителей, и работники рабочих профессий должны проходить проверку знаний один раз в год, а иные работники не реже одного раза в три года. Внеочередная проверка знаний проводится вне зависимости от сроков предыдущей проверки знаний в виду Решение руководителя организации при вступлении в силу новых отраслевых актов, знания которых обязательно по должности. Решение руководителя организации при установлении фактов нарушения работниками обязательных требований. Перевода работника на новую должность или рабочее место в пределах одной организации, если его новые обязанности требуют дополнительных знаний отраслевых актов и инструктивно-технических документов. Вводы в эксплуатацию нового оборудования и изменения технологических процессов, требующих дополнительные знания работников. Пункта подписания, выданного по результатам осуществления в отношении Организации Федерального государственного энергетического надзора. Наличие соответствующего противоаварийного мероприятия в акте расследования причин происшествия. Это могут быть авария или несчастный случай. И перерыва в работе по данной должности более чем 6 месяцев. Где пройти проверку знаний? В большинстве случаев группа по электробезопасности присваивается работнику или подтверждается им по результатам экзамена, проведенного в соответствующей комиссии Организации Работодателя. Комиссия по проверке знаний Организации должна создаваться с учетом обязательных требований, содержащихся в пунктах 50, 51, 54 и 58 ПРП. Если у работодателя нет возможности создать такую комиссию, например, недостаточная штатная численность, то его работники должны направиться в комиссию Ростехнадзора. Пункт 49.1 ПРП.